Олег Юрьевич Рой. Дом без выхода. Синди Шелдон говорил о технике сочинительства. Я пытаюсь писать так, чтобы читатель не мог закрыть мои книги. Подобное можно сказать и о писательском кредо Олега Роя. Увлекательнейшие истории, неожиданные сюжетные повороты, яркие образы сильных, незаурядных личностей стали причиной обращения кинематографа к творчеству писателя. По его романам снимаются фильмы в России, Америке. Характеры персонажей автора раскрыты с удивительной глубиной и психологической точностью. Олег Рой пишет о вечном, о капризах судьбы, которая сегодня может лишить человека всего, что дорого в жизни, а завтра невзначай вернуть радость бытия. Но его герои, оказавшись на распутье, находят шанс, который дает им провидение и становятся счастливыми. Перелистывая последнюю страницу захватывающего повествования, испытываешь жалость, что книга закончилась. А? Маринина. Однажды, открыв дверь незнакомцу и пустив его в дом, подумай. Часть первая. В последнее время уже один только вид старухи выводил Виолетту из себя. Стоило той только показаться на глаза, как Виолетту буквально начинало трясти от ее присутствия. «Бог мой, ну что ты вечно тут шляешься? Ни днем, ни ночью от тебя покоя нет. Не видишь, что ли? Я только пришла, устала, у меня неприятности. Дай хоть минутку отдохнуть». Но старуха, точно не слыша ее слов, невозмутимо прошествовала через всю комнату, уселась в кресло напротив и заерзала, устраиваясь поудобнее. Всем своим видом она точно давала понять, что обосновалась надолго и удаляться не собирается. Виолетта сердит откнула недокуренную сигарету в пепельницу. К этим пепельницам, громоздким, тяжелым, из цельного хрусталя, она всю жизнь питала какое-то необъяснимое пристрастие. В добрые старые времена, когда была такая возможность, накупила, наверное, с дюжину, если не больше. Окружила себя ими на работе, тогда она еще работала, расставила по несколько штук в каждой комнате в квартире и на даче. И сколько бы Анна, дочь, не упрекала ее в безвкусице и старомодности, сколько не пыталась бы заменить этих, по ее выражению, допотопных монстров на что-то более изящное и современное, Виолетта упорно оставалась верна массивному резному хрусталю. Тяжелые прозрачные пепельницы были для нее не просто деталью обстановки, но словно чем-то священным, частью какого-то особенного таинственного ритуала, именуемого курением. Как и дорогое английское собрание. Еще недавно Виолетта курила только их и не признавала никаких других сигарет. Едва войдя в квартиру, она повесила в прихожей плащ, с облегчением сбросила туфли на высоченных шпильках, прошла в одних колготках в комнату, опустилась в кресло и, скрестив длинные и все еще очень красивые ноги, с наслаждением закурила. На разноцветное собрание денег уже давно не было, приходилось обходиться более дешевой отечественной явой. Но пепельницы, старые верные друзья, все еще оставались с ней. «Ну и как дела? Как съездила на собеседование?» Ехидна поинтересовалась старуха. Виолетта промолчала, только потянулась за новой сигаретой. «Что толку отвечать, если собеседник заранее знает все, что ты скажешь?» Да и не было у нее сейчас никакого желания обсуждать очередную, уже неизвестно какую по счету неудачу. Сегодня ей вновь отказали в приеме на работу, и, разумеется, все по той же причине. Девчонка, которая с ней беседовала, даже не потрудилась соблюсти приличие или придумать другой предлог. В других местах хоть из вежливости задавали какие-то вопросы. Просили рассказать о себе и, пряча глаза, прощались с традиционным «Мы вам позвоним». А эта только заглянула в паспорт, так сразу и заявила. «Вы нам не подходите, у нас молодой коллектив, вы будете выбиваться из общей массы и чувствовать себя неуютно». Много она понимает сопля малолетняя. Был бы на ее месте нормальный взрослый человек, Виолетта сумела бы завязать разговор, попыталась бы убедить, что возраст совсем не помеха. У нее, Виолетты, еще много сил, да и опыта работы с людьми ей не занимать. Но этим молодым да ранним, которые теперь взяли на себя право вершить чужие судьбы, объяснять что-либо бесполезно. По их мнению, уже сразу после сорока начинается старость. А старые женщины должны сидеть дома, нянчить внуков и вязать носки, а не устраиваться на работу. Старуха злорадно улыбалась, заглядывая в лицо, словно читала по нему как по книге. Чтобы не встречаться с ней глазами, Виолетта отвернулась и принялась осматривать знакомую до мелочей комнату. Самая большая и любимая, она служила одновременно и столовой, и гостиной. Когда-то все это было отремонтировано и обставлено по последней моде, с не слишком явным, но тщательно продуманным шиком. Теперь уже то там, то здесь виднелись первые признаки запустения, пока еще не явные, но уже заметные внимательному взгляду, точно желтые листья в августе, навевающие грустные и совсем не летние мысли о неизбежности дождей и холодов. Обои с неброским классическим рисунком выцвели на открытых местах, с потолка в углу осыпалась и звездка, на одном из кресел потерся гобелен, а громадная чешская люстра, бывшая когда-то пределом мечтаний каждого советского человека, растеряла несколько подвесок, да и вообще теперь, когда настал 21 век и появилось с чем сравнивать, смотрелось довольно нелепо. Виолетта вздохнула. Ей мучительно хотелось отремонтировать квартиру, придав ей стильный и современный вид, хотелось поездить по дорогим магазинам, накупить новые мебели, навороченные техники и всех этих утопительных безделушек, которых в последнее время продается видимо-невидимо. Еще совсем недавно она могла не отказывать себе ни в чем, покупала все, что понравится. Но тогда вещей было до обидного мало, выбор был настолько ограничен. А теперь, когда от разнообразия разбегаются глаза, у нее нет денег даже на нормальные сигареты. Проклятая старуха никак не хотела оставить ее в покое. Она чему-то посмеивалась дребезжащим смехом, отчего голова ее мелко тряслась, а лицо, и так неприятное, становилось абсолютно безобразным. — Что, не сладко тебе приходится? — вкратчего поинтересовалась она. — То-то же, не все коту масленица. Придет и великий пост. — Да замолчи ты, и без тебя тошно. Рука Виолеты дрогнула, горящий кусочек пепла упал с сигареты на юбку и чуть не прожег дыру в последнем приличном костюме. Этого еще только не хватало. К счастью, она вовремя успела его стряхнуть. — А раньше-то, раньше-то, помнишь? Продолжала измываться старуха. — Машина, квартира, дача, наряды из березки, да и заграницы, фрукты дефицитные, прямо с овощебазы. А теперь этот сыр Виола, твой любимый, что ты вечно по блату доставала из-под прилавка, во всех магазинах лежит. Бери, не хочу. А ты не покупаешь, денег жалеешь. Вот, на колготке бережешь. И берегу. Что мне еще остается? Виолетта чувствовала, что против своей воли опять втягивается в этот неприятный разговор, повторяющийся у них чуть не каждый день. — Да уж теперь ничего, — не унималась старая ведьма. То ли дело, пока Эдя был жив, сидела у брата на шее и в ус не дула, а он, бедняжка, надрывался, и тебя кормил, и дочь твою, и своих две семьи. Вот и заездили вы мальчика, царствие ему небесное. — Ну, знаешь, — Виолетта в сердцах затушила окурок, — в том, что эти стервы жены его брата до инфаркта довели, я уж никак не виновата. И потом, ни у кого я на шее не сидела, сама работала всю жизнь. А то, что Эдя мне иногда денег немножко давал, так в этом ничего особенного не было. В конце концов, он мне всем обязан был. Без меня разве бы он смог чего-нибудь добиться? — Опять же, я ему сестра родная, не чужой человек. И к тому же, я одна дочь растила. И если хочешь знать, он просто обязан был мне помогать. Виолетта никак не могла понять, почему она вновь и вновь должна оправдываться перед старухой. Господи, ну за что ей это наказание? Почему эта дрянь не хочет оставить ее в покое? А та продолжала нападать. — За квартиру третий месяц не плачено. А ты опять сегодня новую пудру купила? Сколько можно прихорашиваться-то? — Ну и купила, — огрызнулась Виолетта. — Должна же я выглядеть как человек. — Ишь ты, выглядеть! — захохотала старуха. — Неужели все еще надеешься мужика себе найти? — А хоть бы и так. — Ну-ну, мечтай. Только не выйдет у тебя ничего. — Ну, это мы еще посмотрим. — А, ну посмотри, посмотри, — зашипела старуха. — На меня посмотри. — Скоро, ох, как скоро такой же станешь. Старость-то не за горами. — Вот этого Виолетта вынести уже не могла. Она соскочила с кресла и заорала в полный голос так, что на чешской люстре испуганно зазвенели оставшиеся подвески. — Гадина! — Да пошла ты знаешь куда! И, не дожидаясь ответа, бросилась вон из столовой, промчалась по холлу, с шумом захлопнула за собой дверь спальни и, тяжело дыша, остановилась перед зеркалом. Старинное, еще прабабушкино зеркало в резной раме Виолетта любила не меньше, а, может быть, даже больше, чем хрустальные пепельницы. Другие, чужие зеркала, бывали к ней и жестоки, и несправедливы, и беспощадны. Точно коварной папарацци, притаившейся за углом, чтобы подстеречь звезду в самый неподходящий момент, чужое зеркало могло застать врасплох и показать ее не в лучшей форме, некрасивой или, страшно подумать, постаревшей. Но это зеркало никогда не обманывало. Даже усталая, невыспавшаяся или больная, Виолетта всегда была в нем необыкновенно, почти мистически хороша. Вот и сейчас зеркало услужливо отразило стройную женщину в элегантном сиреневом костюме и с тонкой шерстью. Несмотря на побледневшее лицо и беспорядок в прическе, эта женщина была еще очень привлекательна и выглядела на сорок с небольшим, ну, от силы на сорок пять. Если бы не паспорт, никто из этих ведающих приемом на работу мальчишек и девчонок никогда бы и не подумал, что Виолетте предстоит на будущий год разменять седьмой десяток. Долго стояла она перед зеркалом, поворачиваясь так и эдак, придирчиво рассматривая себя с разных сторон, и отошла, только когда совершенно успокоилась и вроде даже почувствовала какое-то умиротворение. Нет, все-таки напрасно эта ведьма пугает ее предстоящей старостью, напрасно сомневается в ее привлекательности для мужчин. Виолетта точно знает. Я еще рано ставить на себе крест. Продолжение следует...